Всем привет, меня зовут Антон, вы на канале Вайнскин. Сегодня я хочу поговорить о игровых креслах, о том как мы с моей девушкой выбирали себе игровые табуретки и чем это все собственно закончилось. Итак, поехали. Ну а перед тем как понять чем же все закончилось, надо начать с того, с чего все началось. А началось все именно с того, что моя девушка взяла и купила себе игровое кресло за 35 тысяч рублей. Называлось оно Accraising Max. Кресло оказалось, спойлер, отличное, качественное. И его я реально могу порекомендовать любому человеку, который хочет купить себе игровое кресло. Итак, ну опустим нюансы. В общем купила она это игровое кресло. Да, дорого, но подумайте о том, что дешевле 30 тысяч, я думаю в принципе без учета скидок взять нормальное качественное игровое кресло нельзя. Там будет скорее всего либо какой-то фанерный каркас, либо материал обивки будет ужасный, либо возможно пена, которая будет являться наполнителем, просядет в течение одного года. А возможно совокупность этих вот всех недостатков будет присутствовать в таком кресле, которое будет стоить ниже 30. Но это мое личное субъективное мнение, поэтому никого ни к чему не призываю. Пришел наш, так сказать, гость. Металлическая крестовина, металлическое основание, все очень прочное, мультиблок, металл, все короче. Ну собственно вы видели кадры, на котором я показывал, как это кресло приехало, из чего оно примерно состоит. И в общем-то на этом кресле я со своей девушкой просидел около года. То есть я периодически брал ее кресло, пока она на дежурстве и как бы балдежно развалившись, кайфовал, получал удовольствие. Через месяца полтора я уже присиделся к этому креслу и понял, что блин, я тоже хочу себе клевую игровую табуретку. И как бы в течение года я там посматривал авито, посматривал просто разные сайты на предмет того, что какие кресла существуют, но ценники, блин, на тот же DXRacer King, который был одним из моих фаворитов, они уже там ушли за 40 плюс тысяч рублей. Было реально дорого и как-то ну жаба душила отдавать такие деньги. Хотя я понимал, что это действительно скорее всего будет хорошим качественным подарком для самого себя. О чудо! Однажды я наткнулся на авито на объявление от одного продавца. Кресло, которое мне в принципе понравилось визуально, оно дизайнерски очень клево сделано. Это Cougar Troil Tron. Я его нашел за 23 тысячи рублей, хотя его стоимость реальная около 40 плюс. В принципе меня как бы смутила цена, я посмотрел обзоры и видел, что часто действительно люди сталкиваются с браком механизма, но никто нормально не объяснял, что это лишь что-то про зубья, про то, что они стираются, но как бы ничего особо понятно не было. Каких-то именно подробных русскоязычных обзоров я тоже не нашел и решил ну как бы съездить и посмотреть, что это за кресло, потому что ну уж больно оно хорошо выглядело и когда я приехал на место, оно выглядело таким, как будто его только что взяли из магазина и просто поставили за 23 тысячи рублей. Я как бы ну визуально осмотрел, посидел, разложил кресло, сложил, вроде все классно, четко. Думаю, ну радостно закидываю в машину, отдаю ему 23 тысячи и еду домой с креслом. После я уже как бы его более подробно разбираю, смотрю и вижу, что действительно да, у этого кресла есть брак механизма. Об этом я подробно расскажу и покажу далее в своем обзоре, когда будет именно само кресло и все нюансы. Ну а сейчас просто знайте об этом, что данное кресло наверное я все-таки не могу посоветовать к покупке, хотя мне оно во всех параметрах очень понравилось и подошло. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, давайте еще раз пройдемся по основным элементам качественного игрового кресла. Первое, что хочу отметить, это мультиблок, это механизм, благодаря которому вы можете качаться, вы можете фиксироваться в любом из положений, когда вы качаетесь и вы можете опускаться, подниматься. При этом это довольно крепкое и качественное решение, я думаю самое лучшее на сегодняшний день. Металлическая крестовина чаще всего из алюминия и сама массивная металлическая крашеная рама, резинки, которые поддерживают поролон и металлические кольца, которые закрепляют сам материал обивки кресла. Также на ютубе есть куча видео, где люди разбирают игровые кресла и там вообще какого-то говна и палок вы не увидите, это жесть. Я когда увидел, я был в шоке. 4d подлокотники могут менять свое положение вверх-вниз, вращаться, также двигаться влево-вправо относительно рукоятки и вперед-назад. Что касаемо материалов обивки самих кресел, на одном это замша или ее какой-то аналог и искусственная кожа, которая на ощупь довольно приятная и кажется, что она довольно качественная. У крейсинга же тоже я могу отметить, что довольно приятная мягкая кожа, но сама внутренняя пена или набивка она мягче чем на Cougar Royal Throne, но за год она не слежалась и каких-то потертостей или повреждений кожи тоже нет. Что касаемо подушек, я могу отметить, что у крейсинга также довольно мягкая набивка внутри, приятная кожа и в принципе она не маркая, то есть в принципе она не засадится и будет служить, думаю, долго. О, кресло Cougar, подушка же выполнена из ткани и замша или аналога. В принципе выглядит она клево, по ощущениям, то есть я вот 183 ростом, мне, когда я сажусь, она четко попадает под шею и получается как бы этот валик более выпуклый, он хорошо поддерживает, но я думаю, что далеко не всем подойдет такая форма подушки. Итак, давайте поговорим о браке, с которым вы можете столкнуться, купив кресло Cougar Royal Throne. Сейчас у меня в руках находится механизм абсолютно новый, высланный по гарантии и, как вы можете заметить, на нем нет никаких перекосов, шестерня в принципе выглядит довольно адекватно и все вроде бы хорошо. А теперь давайте посмотрим на механизм. Вот, собственно, на фотографиях мы видим, как шестерня перекошена, задний стопор фактически вырван и далее мы видим, что при виде спереди шестерня уходит по диагонали, соответственно, зубья не попадают на зубья, которые находятся внизу на другой шестерне. Это все приводит к вот таким последствиям, то есть сами шестерни этого механизма, который откидывает спинку, они начинают очень интенсивно стачиваться. И у многих владельцев данных кресел за 3-5 месяцев происходит либо частичное, либо полное уничтожение этих, собственно, зубьев, что приводит к тому, что спинка просто либо перестает нормально откидываться, либо вообще перестает держаться и, в принципе, приводит к тому, что люди расстраиваются, отдав такие конские деньги за, в принципе, хорошее кресло, но вот с такой детской болячкой. Так как мне кресло, в принципе, понравилось, я решил поискать еще альтернативу для тех, кто, возможно, захочет как-то починить свое кресло, но у него уже закончилась гарантия. В принципе, в розничной продаже этих механизмов нет, но на сайте alibaba.com я нашел вот такой вот вариант, который, ну, по-моему, возможно, либо оемная деталь, либо очень-очень похожая деталь и, возможно, она подойдет к нашему креслу. Стоимость 70 долларов, это примерно по текущему курсу получается 4 900. Возможно, если кто-то из вас закажет данную деталь, может описаться в комментариях или в личку, подойдет она или нет. Тем самым вы, в принципе, поможете многим людям, кто уже как бы приобрел данное кресло и у него закончилась гарантия. Итак, я надеюсь, что кому-то я сэкономил много денег, нервов и вообще помог с выбором игрового кресла. Всем хорошего настроения, лайк, подписка, колокольчик и всем удачи. 99,3% без подписки, 0,7% с подпиской. Не надо так.